В какой момент ты узнал, что намечаются замены в составе Team Spirit? Какие были обстоятельства? Замены веяли, наверное, на протяжении всего сезона последнего, особенно в конце. Но точно понятно стало то, что будут замены после РМР, которые мы провалили. Просто не ожидали, что так сыграем. Проиграли с командами, которые, как мы думали, точно слабее нас. Там понятно стало, что замены грядут. Ролик был записан 22 мая. В тот день Сирень не знал про уход даты из Инсилия. Буду рад вашему лайку на последний материал из Парижа. В целом поездка вышла кайф. Записали аж 5 роликов на канал. Вот повсегда так. Приятного просмотра. Напряженность была уже в каком моменте? Вот когда ты чувствовал, меня же могут кикнуть уже. Ну прям во время турнира такого не было, но в конце уже, после, такие мысли начали появляться. У Патти была ситуация, когда он подошел к тренеру и сказал, что я тоже чувствую, и тренер согласился, мы тоже чувствуем, лучше разойтись. Как у тебя это было? Это была односторонняя просьба уйти или у тебя так же? Хотел ли ты продолжать играть в Team Spirit? Да, я хотел продолжать играть в Team Spirit, но получилось так, что когда мы начали тестировать молодых игроков, стало понятно, что в составе останусь либо я, либо Боря. И спустя где-то две недели тестов стало понятно, что молодым ребятам проще играть с Борей в ментальном плане, они лучше коннектятся, у них лучше синергия будет. Поэтому решили убрать меня. Верил ли ты в этот кик? Ты знал, что будет напряженка. Ты знал, что кто-то уйдет. Чувствовал ли ты, что этим человеком будешь иметь? Честно говоря, с самого начала я думал, что меня это особо не затронет. Как это было? Как тебе сказали про это? Кто к тебе подошел? Это был Халли? Да, мы вообще с Халли в очень хороших отношениях. Сначала он меня взял в Академию, потом, когда я был еще не очень хорошим игроком вообще, то есть почти вообще ничего не понимал, что происходит, он меня поверил, взял основной состав Spirit. Там я достаточно спрогрессировал, я думаю. В итоге где-то неделю назад Серега Халли зовет меня в ресторан и говорит, что так и так, что с Борей ребятам будет играть проще и, к сожалению, ты не в команде. Контракт. У тебя он остался? Да, конечно, меня посадили на бенч. Ты будешь на трансфере? Да. Как ты думаешь, какой прайс? Я понятия не знаю. А как тебя сам ты оцениваешь? Вот тебя захотят забрать Virtus Pro условно. За сколько ты бы хотел, чтобы тебя перевели? Я думаю, что от 100 до 150 где-то так. Возможно. Возможно, больше. Возможно, я вообще ничего не стою, никому не нужно. О, черт, нет. Так нельзя говорить. Что ты первое заметил, когда перешел в Team Spirit после инсилия? Может быть, тебе сказали, все, ты должен вставать в 8 утра. Ты должен бить ботов тысячу раз. А в Team Insili ничего не просили. Вот такие вот моментики. Ну, в первую очередь, когда я перешел в Spirit, у меня появилась индивидуальная тренировка. Потому что до Spirit я вообще никогда не уделял этому времени. Я просто заходил на фейс и начинал играть. А здесь у меня появилась индивидуальная тренировка. Я там должен был часа три в день на это уделять. Ну, когда мы не играем прайки. И когда играем прайки, там где-то тысячу ботов, тысячу дема надо было набивать. До этого я этого никогда не делал. И это было первое время тяжко. Что тебе нравилось в Insili, какие были плюсы, чего нет сейчас в Team Spirit? Может быть, свобода какая-то, действие. Может быть, общение с Рэйчелом, с Вышкой. Ну, честно, в плане организации, тренера, как-то подхода к игрокам в Spirit я вообще не помню, чтобы были какие-то минусы. У меня вообще с этой организацией никогда не было никаких проблем. И я люблю эту организацию. В Insili я тут нечего сказать. В Insili я играл на всех крутых ролях. Но в данный момент я уже не могу играть. Ну, не хочу и не могу играть на этих ролях. Потому что я научился играть на крайних, спотах, на так называемой черновой работе. Поэтому я уже не хочу возвращаться к тем ролям. А хочу продолжать свою карьеру именно на этих ролях, на которых я играл в Spirit. Кто твой айдол? На кого ты хочешь равняться? Или же очень сильно тебе какой-то игрок симпатизирует? Я считаю то, что один из лучших рифлеров нашего региона и вообще мира — это Аксель. Мне очень нравится, как он играет. У нас совпадает достаточно много точек на картах, где мы играем. Я часто смотрю его демки, и я думаю то, что он мой идол. Какая твоя команда мечты? Куда ты бы хотел попасть? Больше всего я, наверное, хотел бы попасть в Heroic. Но это невероятно, невозможно, потому что я не знаю датский язык. И вторая команда — это, наверное, Cloud9. Cloud9. И вместо кого? Какая у тебя роль? Где-то меня пересекаются споты с Акселем, где-то с Бустером. Давай вспомним Инсилио. Какие у тебя эмоции, чувства, когда ты вспоминаешь о команде Инсилио? Ну, в первую очередь там играет мой хороший друг до сих пор, это Дате. Он меня, в принципе, и позвал в Инсилио еще тогда. Вот, я с ним до сих пор общаюсь. На тот момент проект Инсилио мне оказался как такой трамплин, в котором я могу играть и получать какой-то опыт игровой, плюс развивать свою медийку. Этот проект, в котором тебя могут заметить. Поэтому мне показалась хорошая идея туда пойти, когда меня туда позвали, чтобы в будущем у меня была какая-то медийка, и чтобы меня смогли позвать хорошую команду. Так и получилось. Ну, в принципе, да. Как ты можешь выделить даты? Он посвятил команде Инсилио всю свою карьеру. И сейчас команда Инсилио уже играет лучше, но все равно они очень долго стагнируют. Почему он остается там? Давал ли ты ему какие-то дружеские советы, чувак? Надо уходить. Я знаю то, что в один момент его звали в Spirit Academy на роль капитана, когда там не было капитана. Но я не помню, что там точно сорвалось. Либо нашли какого-то другого капитана, либо он сам отказался. Потому что да, то он очень предан этому проекту, там с самого начала играет. Он благодарен Рачелу за все, что он ему дал, и он продолжает там играть. И очень круто то, что у них начало все получаться наконец-то. Потому что проект уже сколько? Четыре-три года. Я думаю, да. И вот только в этом году Оли начали выходить на HLTV и выигрывать какие-то очень хорошие команды. Так что я думаю, что это хороший прыжок для них. Как ты можешь описать Рачела? Хороший ли он с его командой? Участвовал ли он в операционке? Или он просто смотрел за играми на Твиче и редко с вами коммуницировал? Когда я играл в команде, я играл с Рачелом вообще. Он еще был тогда в команде. И это был прикольный опыт, скажем так. Потому что иногда он мог просто сгореть с чего угодно. Иногда он был хорошим тиммейтом достаточно. Но он понимал то, что он не доигрывает. И ребятам с ним сложно играть. И вот через какое-то время он отдал свой слот какому-то молодому игроку и все. Как думаешь, какая главная причина, почему у Рачела не пошла игра? Да я думаю, просто невозможно совмещать ютуберство, стримерство еще с игрой. Просто тебе нужно играть в КС 24 на 7, играть в DM, смотреть демки. А у Рачела происходит так, что он должен все вот это делать. Плюс еще монтировать ролик, плюс еще постримить. Так что это просто невозможно совмещать все вместе. Как я понимаю, твой лучший тиммейт, твой лучший друг, это был дата из команды Team Insilio. Что ты можешь сказать про Team Spirit? Где, кто был твоим лучшим другом? Да, мы на самом деле все вместе хорошо общались. Не было такого, что был какой-то прям лучший-лучший друг. Все были всегда в хороших отношениях, все вместе общались, все вместе проводили время, но в последнее время по некоторым событиям я больше всего общаюсь только с Робертом. Ну, в принципе, я остался в хороших отношениях вообще со всеми ребятами, но больше всего просто общаюсь с Робертом, потому что больше общих интересов скорее. Можешь сказать какой-то ваш общий интерес? Может быть, автомобилем? Мы играем в доту вместе. Все, я услышал. Какой у тебя мемор? У меня 1800. Ты же пи***ц, это мало же. Мало? 1800 мемор, это же очень мало. Да, это очень мало. Я плохо играю. У тебя никнейм взят из доты, но ты играешь на 1800. Нормально. Ты сейчас в инактиве. Чем ты занимаешься? Как проходит твой день? Последние несколько дней я отдыхал от КСа полностью, играл в другие игры только. Сейчас планирую, когда вернусь в Сербию, начать нормально много играть. Через пару дней. Нет, сколько? Завтра уже. Можешь вспомнить самый-самый офигенно кайфовый момент в твоей карьере? У тебя в голову приходит, е***ть, это было счастливое время. Это было ровно год назад на мажоре в Антверпене, когда мы в четвертьфинале, в плей-оффе выиграли Фури. Это был самый крутой момент. Слушай, выиграть, да, Фурио это очень сильно. Что ты скажешь про Фурио? Они, лично для меня, они просто челы, которые просто бегают и стреляют. У них есть какая-то тактика, какие-то умные движения по карте? Или я просто, я как зритель этого просто не вижу, а вы это замечаете и изучаете? Я думаю, вот буквально год назад, когда мы играли против них в Антверпене, там было примерно вот то же самое, что о чем ты говоришь. Люди просто бегали, каждый раунд делали одно и то же, и их было достаточно легко контрить, даже на их самой сильной карте. Но вот прямо сейчас, я думаю, что они подходят к Counter-Strike уже более грамотно, чем это было год назад. Против кого тебе сложнее всего играть? Сложнее всего играть, скорее всего, против Heroic и против Face. Против Na'Vi? Не так некомфортно, как против Heroic, потому что у них очень хорошая структура и там очень сложно найти какой-то фраг, чтобы тебя не разменяли сразу же. Хороший ли IGL-чоппер? Что ты можешь про него сказать? Был ли у тебя личный авторитет к этому человеку? Были ли у него лидерские качества? Да, конечно, у него были лидерские качества. Когда я только пришел в команду, Леня меня очень сильно поддерживал, потому что я вообще всего боялся. Первый раз такая команда, и Леня был одним из тех людей, которые максимально меня поддерживали и привели их к этому уровню. Вспоминая о тимметах, давай вспомним Абдула. Разрешились вы с ним не особо положительно? Я думаю, что у Абдула большие амбиции попасть или не попасть, а играть в команде, которая будет номер один. И он просто стремился к этим амбициям. А когда я только пришел в команду, я чувствовал то, что Абдул не особо хорошо меня принял, как остальные ребята. Но со временем, когда я начал показывать какие-то результаты на праках и на первых официалках, то Абдула сильно поменялось ко мне мнение и начала чувствоваться его поддержка тоже. Он в то время, он был как вторым лидером команды после Чопера, ну и тренера, конечно. И его поддержка была очень важна. Батя же сказал, что он даже не попрощался ни с кем и написал только тебе. Да. У вас были особенные отношения? Ну, у нас не за что были особенные отношения, просто я такой человек, который, наверное, со всеми хорошо общается и не пытаюсь заводить всех каких-то врагов или что-то типа того. И поэтому я, даже несмотря на ситуацию, которая вроде как была не особо красивая, я не особо держал на него какого-то зла и продолжаю к нему хорошо относиться. В Патти уже примерно нашел себе новый состав. Как у тебя делалось с трансферами? Как у тебя делалось с командой? Есть ли те места, куда тебя уже зовут? Есть некоторые организации, от которых приходили какие-то предложения, но пока что лично мне никто не писал, поэтому я ничего не могу сказать пока что. Если тебя поддут команду Тир-2, Тир-3, примешь ли ты это предложение? Я думаю, смотря какая команда, если это перспективная команда, то может быть, если не будет каких-то хороших инвайт. Зарплата в Team Spirit больше чем 4 тысячи долларов в месяц. Тебе хватает? Жизнь хватает. Хотел бы больше или окей? С призовыми типа жить можно. Да, окей. Как ты инвестируешь, как ты тратишь деньги, может быть желание купить недвижимость, может быть автомобиль? Да, у меня есть желание купить недвижимость, но пока что непонятно где вообще и как. Последнее время из моих самых больших покупок это было скины в CS, чтобы я деньги не зрачу. короче. Кого ты мог бы выделить из Тир 2, Тир 3 сцены каких-то классных игроков, которые пробьются скорее всего уже совсем скоро? Ну, очевидно, что это игроки Team Spirit Academy, Zontyx и Dong и Art Frost тоже. Они 100% будут сиять на Тир 1 в один момент. Распишешь свой роудмап, ты через два часа вылетаешь в Сербию. Что ты будешь делать? Какие у тебя будут мысли? Какие планы? Сейчас я жду инвайтов от других команд, жду всяких предложений, буду ждать непонятно сколько пока что. Прямо сейчас я полечу в Сербию, там я буду сидеть где-то неделю, потом у меня в планах полететь в Египет с родителями, оттуда я полечу в Москву где-то еще на пару дней, а потом обратно приеду в Сербию и буду уже играть в Нолдан. Большое спасибо за интервью. Ребятки, Телеграм, Твич, Твич, Инстаграм, Сиреней есть в описании этого ролика, можете подписываться на этого игрока. Спасибо большое всем за просмотр, с тобой был я, Эрик Шоков, Сирень, Паша. Ждите новый ролик, не забудьте подписаться на канал прямо сейчас, потому что это очень важно сделать, вы все забываете это сделать. До следующего ролика, пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,